Что такое накопленная карма? Негативная и позитивная, некоторые спрашивают. Но это карма, которая из воплощения в воплощение. Вы что-то делали хорошее, 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 и вам бонусы идут в этой жизни. И делали что-то плохое, 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 и эти бонусы у вас, будем говорить, бьют по голове в этой жизни, превращаясь это все в неприятности или проблемы, которые нужно решить. Это как обраточка идет. Поэтому давайте рассмотрим, какие могут быть плюсы и минусы. Немного бы он говорит так. Ну, например, в каких-то картах есть то, что человек просто вот зарабатывает деньги, у него ниоткуда берутся они. Вот просто берутся и все. И он даже на это не заморачивается. И все говорят, это же надо, такая вот все-таки сволочь, вот так он плохо ведет себя, вот он такой ворюга и все остальное. И у него деньги, ничего ему за этого не бывает. Он наработал хорошую карму для того, чтобы эти деньги шли. Он правильно относился к деньгам. Понимаете? А в этой жизни он может делать какие-то определенные ошибки. Такое тоже может быть. Или наоборот, у человека постоянно вроде бы как и есть деньги, но он боится. Он боится. У него идут от родителей недвижимость, может быть, будем говорить так. Где-то родственники дают и все остальное. Но он постоянно боится, что у него этих денег не будет. Это тоже наработанная карма. Тоже вроде бы и есть, и в то же время он будет. И он может разориться. То есть мысль, она материальная, но плюс ко всему тому же здесь карма. Что родственники когда-то умирают, родители тоже. И он, пока они жили, он еще катался, будем говорить, как сыр в масле. Но прошло время и все. И он обнищал. Поэтому это тоже негативная карма, которая идет. Есть, когда у человека с детства идут агрессии у него. Вот мамочки иногда говорят, у ребенка постоянно вот где-то кто-то бьет. Какие-то конфликтные учителя недолюбливают его постоянно. Вот где-то с детьми какие-то конфликты у него, друзей нету и прочее, прочее. Даже на улице у него постоянно обижают. Накопленная карма, агрессия, которая есть. А есть, когда человек вообще, он может хоть в темноте, хоть ночью, хоть в лесу, хоть в этом самом... На него даже если кто-то может напасть, будем говорить, негативный, его, будем говорить так, находится человек, который обязательно его спасет. Обязательно. Он может в военных действиях учитывать, участвовать. И у него это все будет проходить мимоходом пули, ножи, стрелы. Все мимо него будет лететь. Понимаете? Это тоже накопленная карма. Как позитивная, так и негативная. Есть, когда говорят, вот он магичит, вот магией занимается, он такой злой, он такой противный и все остальное. А ему все с рук не сходит. Нет, сходит. Он говорит, накопит карму. Если накопленная карма, обычный человек может даже этим не заниматься. Понимаете? Но у него постоянно приходят люди, которые постоянно какой-то колдон что-то еще делают, привораживают, забирают, убирают, что-то подкладывают. Это тоже накопленная карма. Почему? Когда у меня обращаются, да, у меня негатив, я говорю, посмотрите по снам, посмотрите по внешним действиям. И дайте мне гороскоп. Я смотрю, насколько там работает черная луна. То есть есть по накоплению. Вы можете в этой жизни этим вообще не заниматься и не знать. Но тем не менее на вас идет. Как у меня совсем недавно мужчина был. Он тоже в это не верил, но он женой когда-то приходил, поэтому сам потом пришел. Он говорит, вы понимаете? Говорит, еду на машине, а у меня я теряю ориентацию. Вот я не могу понять, куда я еду, как. Вот ни с того, ни с сего у меня идет. То есть вот, пожалуйста, когда мы сняли, все нормально, все хорошо. Он пришел, говорит, вот я не понимаю, или у нас с вами такая вот хорошая связь. Вот я вам так доверяю, что это все прошло. Он в это не верит. Но тем не менее это есть. И вот таким вот образом он в этой жизни может не верить, не знать, не это самое. Но он накопил карму себе такую, что он привлекает это все. Такое тоже может быть. Не просто так. У человека, да, он может быть, где-то это может быть по времени, она отсрочена, но она всегда обраточка идет. Мы накапливаем это. Поэтому прорабатывая темную карму, надо сейчас, в этом вопросе. И можно посмотреть даже по гороскопу, где какие плюсы и какие минусы, откуда это. Иногда то, что человек не может забеременеть, у него иногда идет темная, например, карма работает, что он не может забеременеть. Где бы он не ездил, все остальное, что-то произошло такое. Может быть, он ребенка, будем говорить так, сдал больного в детский дом. Или, может быть, с родственниками что-то. И поэтому сейчас ему Бог детей не дает. Ему надо быстро дать это. Может быть, отойти от этого по этому самому, усыновить другого ребенка. Такое тоже может быть. Иногда это учеба. Иногда бывает, Бог говорит, мы не знаем, где искупление, а где испытание. Иногда испытание любовью бывает, что должен полюбить чужого ребенка. Чужого ребенка, то есть, да, все мы любим своих детей. Как некоторые говорят, я тебя не люблю, а своего буду любить поэтому. А попробуй полюбить чужого ребенка. А тебе дается испытание полюбить чужого ребенка. И тебе Бог детей из-за этого не дает, может быть, вот именно в этом вопросе. Поэтому вот здесь это испытание, испытание любовью. Понимаете? Чужой ребенок. Но это может быть твой ребенок, который тебя ждет в этом отношении. Поэтому есть, когда вот по темной карме, например, человек, если, она же может по времени очень долго отрабатывать. То есть, например, человек был рабовладельцем. Он за счет рабов жил спокойно, нормально. То есть они делали из-за него дело, он свободно гулял, пировал и все остальное. Поэтому на него пахали люди. Он говорит, страдали люди и все остальное. Он это видел или не видел и спокойно это принимал. В этой жизни у него, может быть, прикрываться свобода. То есть он накопил ее. Может быть, когда-то с крестьянами, когда были вот эти тоже крепостные крестьяны, отмена крепостного права. Может, и там где-то было накоплено у него. То есть человек не боролся против этого. Он считал, принимал как должное. И после этого у него может прийти в этой жизни длительно больной родственник, который он должен ухаживать, смотреть. Этот родственник очень долго не будет умирать. Почему? Потому что он перекрывает его свободу. Поэтому, то есть человек привязан к своему или ребенку, или мужу, или матери, и все остальное. Он будет смотреть. Свободы это и не дает. Это тоже есть такое. Иногда бывает так. Человек хороший, все остальное. Его постоянно что-то воруют. Поэтому, ты сам был аферистом, наверное. То есть карма афериста тоже есть. То есть человек был аферистом. Он был мошенником, Остапом Бендером был. И поэтому у этого человека эпизодически постоянно что-то воруют. Поэтому. И он, будем говорить, я даже по карте, я обычно говорю таким людям, вам надо ставить сигнализацию, хорошую сигнализацию. Почему? Потому что 50% вот как посмотрю по карте, я же отслеживаю, сколько я 24 года только работаю индивидуально по этим картам. Поэтому там видно, что 50% уже люди, будем говорить, так столкнулись с этой проблемой, что у них забирались. У некоторых даже ничего не могли взять. Там взять нечего было. Но тем не менее забирались. И где-то что-то, мелочь какую-то, ну какую-то мелочь воровали. Такое есть. А есть люди, которые вот кошелек потеряют, ему вернут этот кошелек. Тоже вот именно такое есть. Есть позитивная карма, когда человек, будем говорить, с работы наработал все долгожительство. Есть породу долгожительства, есть наработка долгожительства. Он выбрал себе, то есть он должен долго прожить для того, чтобы на этой земле что-то, очень долгий проект какой-то воплотить в жизнь. Он выбрал это, и он наработал. Есть, когда человек нарабатывает все кармы очень хорошие. Будем говорить, что он не будет болеть маразмом старческим. Он живет долго-долго, но у него всегда острый ум будет и сильное тело. Но немножко надо поддерживать все-таки физкультурой. Это тоже светлая карма идет. Есть, когда человеку легко открыть ясновидение, легче, чем другим, потому что у него уже есть накопленная карма. И чуть-чуть осталось, меньше всего, и он наработал. Точно так же, как с карьерой человек наработал. Вот есть позитивная карма, есть негативная карма. Позитивная, когда по позитиву накопил что-то хорошее, 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 хорошее. И вот это хорошее сейчас у тебя проявляется бонусом, который чуть-чуть и дало. А есть, которая вот негативная карма. Ее прорабатывать надо. Это обраточка. Это обраточка. Я всегда говорю, 100 долларов взял, 100 долларов надо и отдать. А как вы думали в этом отношении? Поэтому каким-то образом или надо просто-напросто отработать её или просто где-то попробовать изменить. Но это очень сложно. Я сразу говорю, обычно вот тёмная карма, она проявляется. Она проявляется или в болячках, или в каких-то ситуациях, или ещё что-нибудь. То есть вот здесь вот оно явно видно по гороскопу. Это проработка идёт. Поэтому, когда вот говорят, да, он так классно живёт, у него... Нет, у каждого из нас в карте, когда я вот говорю, тёмная карма, у вас тёмная светлая карма, начинает пугаться тёмная. Я говорю, да у всех есть. У всех, если нету этой тёмной кармы, поэтому сам, значит, мы уже там все. Все мы ангелы, все мы хорошие. Что-то мы накопили. Накопили, надо понять это. И в этой жизни не приплюсовывать, отработать, но не приплюсовывать в будущем. Почему? Потому что, ну, какие-то черты характера мы сохранили именно оттуда. И, значит, тоже по карте можно посмотреть, какие черты характера мы должны приобрести, и от которых надо избавиться на данном этапе. Почему? Потому что они могут усугубить вот эту тёмную карму. Иногда надо быть смелей. Иногда. Человек боится чего-то в этом отношении. Иногда. Вот, ну, никогда. Всё равно, ну, будем говорить, как бы мы ни хотели, всё равно мы что-то накапливаем. Одно дело, что-то мы сделали неправильно, но если это постоянно в одном и том же направлении мы накапливаем. Поэтому он называется накопленная карма. Вот где-то в одном и том же направлении мы где-то накапливаем, как позитивное, так и негативное. И поэтому в этой жизни это всё проявляется. Это можно использовать. И это можно учитывать. И где-то, ну, будем говорить, мириться, не мириться, смириться иногда придётся. А куда деваться? Почему? Иногда человек бывает, вот есть такая, когда человек бывает постоянно, как козлом отпущения бывает. Или привлекает плохих врачей. Вот не раз не говорила. Козёл отпущения, да, на него все грехи могут сваливаться. Где-то подстраховаться можно. Можно подстраховаться, если это знать. Точно так же, как с врачами. Вам поставили диагноз. Да проверьте, вы ещё у трёх врачей этот диагноз, если вам сказали, что на вас идут плохие врачи. Не надо сразу первому падать в обморок, будем говорить так, и считать, что всё, у вас жизнь закончилась. И жизнь смертельная, болезнь смертельная. Другой врач может вообще снять диагноз с вас. Понимаете? Почему? Потому что ошибки даже у великих врачей. Это вы привлекли такого человека. Каждый хороший врач, он иногда делает ошибку. Иногда делает ошибку. И именно на этом человеке вот стыковка, случайность, случили вас. И вы один отрабатывает тёмную карму, а второй делает эту ошибку. По невнимательности. Может, ему надо быть внимательным. А он вот разово вот сделал вот такую ошибку. Такое тоже может быть. Поэтому надо знать свой гороскоп. Надо знать свой гороскоп. Почему? Потому что вот именно с этим, будем говорить, вот эти подсказки. Это практическая вещь. Это практика, которую вы можете просто-напросто облегчить, понять свою жизнь каким-то образом. И, как правило, это всё на поверхности лежит человека. Когда он приходит и говорит, я хочу знать. Вот мне два вопроса. Только два вопроса. Моё предназначение в жизни и здоровье. Вот два. Вроде как основополагающее. Но, тем не менее, там стоят у него действительно эта основа, которая идёт. У него корректирующий знак Дева, например, и Солнце в Десятом Доме. Вот и всё. И он это чувствует интуитивно. И вот эти вопросы, но они касаются не только двух вопросов. Они касаются всего гороскопа. Как к этому прийти? Поэтому приходите, консультируйтесь по гороскопу. И узнавайте, как можно проработать, будем говорить, в правильном направлении. Чтобы вам было интересно эта жизнь. Чтобы вы правильно её прошли и наработали богатый опыт, который будет в следующей жизни претвориться у вас в способности и таланте.